Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Леон Кави, французский художник-востоковед. Родился 12 января 1874 года в Монпелье. Начал свое обучение в 1890 году в местной школе изящных искусств. Получил несколько наград за свои эскизы и картины тушью, хотя вскоре его интересы переключились на декоративную работу. Позже он отправился в Париж и некоторое время учился Альвера Миньяна в школе изящных искусств. Участвовал в салоне с 1901 по 1903 год. На салоне 1907 года ему было присуждено третье место. В том же году он и Пол Джуф стали первыми победителями премии Абд Эль Тиф. Одним из преимуществ приза было годичное пребывание на вилле Абд Эль Тиф в Алжире. Ему было уже 30 лет. У него была многообещающая карьера во Франции. Он влюбился в Северную Африку. Выставил 50 своих картин на выставке востоковедов в Париже в 1909 году и решил остаться в Алжире. Вскоре после этого он стал директором школы изящных искусств Алжира. Эту должность он занимал до своей смерти. В 1925 году его назначили ответственным за оформление Алжирского павильона на международной выставке современного декоративного и промышленного искусства. После выставки его работы были перенесены во дворец Этеа, официальный дом и штаб-квартира французских адмиралов в Алжире. Это здание позже станет местом убийства Франсуа Дарлана, французского адмирала и политического деятеля. Пять лет спустя он разработал плакат, посвященный столетию французского правления в Алжире. Было изготовлено 30 тысяч экземпляров, которые были распространены по всему миру. За этим последовало еще несколько дизайнов плакатов для судоходных компаний, занимающихся туристической деятельностью. В 1932 году для своей последней крупной работы он создал большое полотно, изображающее Улет-Наиль. Улет-Наиль является арабской конфедерацией племен, живущих в Алжире. Это полотно было показано в салоне Общества художников Франции. С 1990 года экспонируется в музее Анте-Трен. В целом он сосредоточился на сценах повседневной жизни, в противовес более экзотическим аспектам арабской культуры. Многие из его картин имеют вид габилетов. Умер в Алжире 3 января 1933 года, в возрасте 58 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о Леон Кавии, художнике-востыковеде. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok